Продолжение следует... Как ремонт кровли, ремонт фасадов, лифтового оборудования, инженерных систем. Собственники получили уже предложение на квитанциях фонда об оплате капитального ремонта. На обратной стороне в квитанции размещена данная информация. До 10 числа они должны это получить. Как я помню, раньше предложение рассылали в конце года, а сейчас в сентябре. С чем это связано? Почему такая спешка? Это сделано для того, чтобы выйти на ремонтные работы в 2018 году в летний период. Что нам позволит более качественно сделать, без зимних условий, выйти на качественный ремонт. Вот собственники получили предложение проведения капремонта. Что им теперь делать и сколько времени они могут его рассматривать? Рассматривать они могут в течение трех месяцев. Что делать? Организовать общее собрание собственников. Утвердит предлагаемый конструктив ремонта, стоимость ремонта, источники финансирования. У собственников есть три месяца для данного решения. Если собственники не согласны с предложением регоператора, у них есть право изменить вид конструктива. Для этого нужно также провести общее собрание и предоставить протокол об изменении вида ремонта, конструктива вида ремонта. Либо в Минстрой Омской области, либо в фонд капитального ремонта. Согласование предложения это обязательная процедура? Что будет, если собственники никак не отреагируют на предложение? Чем это им грозит? Спустя три месяца, когда собственники промолчали, не отреагировали на предложение, за них примет решение орган местного соуправления. Чем грозит это собственнику? Тем, что собственник не будет принимать участие в приемке домов по выполненным работам. За них будет принимать фонд капитального ремонта, администрация муниципальных образований. Но собственник участие не примет. Куда собственники могут обратиться за разъяснениями? Значит, собственники могут обратиться в региональный фонд, который находится по адресу Краснофлотская, 24. Также могут обратиться по телефону 900-300. Либо вся информация размещена на сайте капитального ремонта в разделе «Собственникам». То есть образцы протоколов и необходимые инструкции, что дальше. И какой механизм определения собственников по ремонту домов 2018 года. То есть там все инструкции есть? А где можно посмотреть, в каких домах будет проводиться капремонт? Также на сайте капитального ремонта размещен краткосрочный план государственный. Без проблем собственники могут ознакомиться с ним. Спасибо, Кирилл Анатольевич. С нами был заместитель директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кирилл Масан.